Доброго дня, уважаемые радиоуслушатели! В эфире ПЛНФМ, программа Лига справедливости, и я, ее ведущая, Иванова Екатерина, юрист по банкротству. Тема сегодняшней нашей программы – некоторые виды льгот. В течение этого эфира мы с вами расширенно поговорим о материнском капитале, обеспечении сирот жильем, а также льготах для предпенсионеров. Обо всем этом подробнее далее. Итак, материнский капитал. В 2020 году Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в условиях материнского капитала. С этого же года закон вступил в законную силу для матерей, дети которых родились с 1 января 2020 года. Материнский капитал – это форма государственной поддержки семей с детьми. С 2020 года его можно использовать при рождении или усыновлении первого и последующего ребенка. Суть господдержки состоит в том, что федеральный бюджет выделяет семье определенную сумму, которую можно потратить на конкретные цели. Например, на первоначальный взнос по ипотеке, оплату части стоимости квартиры, строительство дома, частную школу или платный вуз. Главное условие материнского капитала – на первого ребенка он должен родиться или быть усыновлен не раньше 1 января 2020 года. Но если ребенок родился в январе 2020, даже до того, как приняли этот закон, можно смело рассчитывать на материнский капитал. Эти поправки вступают в силу задним числом. Хотя этот капитал обычно называют материнским и получают его в приоритетном порядке именно мать ребенка, в законе есть термин «семейный капитал». Обратиться за получением выплаты может и отец, если мама умерла или лишена родительских прав. Усыновление в отношении матери отменено или он единственный усыновитель. Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, расширяющий право одиноких отцов на получение мат-капитала. В соответствии с поправками, принятыми в первом чтении, материнский капитал смогут получить отцы детей, чья мать умерла, не будучи гражданкой Российской Федерации. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, семья может использовать средства господдержки в размере 524 500 рублей, а на второго ребенка 693 100 рублей. С 1 января 2022 года действует закон, согласно которому материнский капитал индексируется по фактической инфляции. Его размер будет ежемесячно пересматриваться 1 февраля. В этом году индексация будет произведена на 84%. С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на госуслугах. Обычно на оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу. Условия и цели использования материнского капитала на первого ребенка теперь так же, как и на второго. Его можно тратить частями, а можно получить сертификат, а деньги пока не использовать. На что можно потратить маткапитал на первого ребенка? Сразу после рождения. Первоначальный взнос по ипотеке на покупку или строительство жилья. Погашение долга и процентов по ипотеке. Товары для адаптации детей-инвалидов. Платные ясли или детский сад. Ежемесячные путинские выплаты на второго ребенка. Через три года после рождения первого ребенка. Платное образование помимо дошкольного. Покупка жилья без ипотеки. Строительство и реконструкция дома без ипотеки. Накопительная пенсия мамы. Материнский капитал разрешили перечислять на счета и скору. При покупке квартиры в новостройке, а также строить на эти деньги загородные дома. Важно знать, что можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям. Наличие денежных средств по сертификату получить нельзя. Далее мы поговорим с вами об обеспечении сирот жильем. Сироты – дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный родитель. Таким детям полагаются дополнительные льготы от государства, социальные пособия, пенсии и другие. Дополнительные льготы также предоставляются детям, которые остались без попечения родителей. Еще льготы положены молодым людям от 18 до 23 лет, если они потеряли родителей до своего совершеннолетия. Их называют лицами из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким категориям граждан положена социальная гарантия – обеспечение жильем. Сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети и лица. Из их числа имеют право на специализированное жилье, в котором они поселятся после того, как закончат специализированные учреждения, например, дом-интернат. Жилье предоставляют по специальному договору – договору найма специализированных жилых помещений. Он действует 5 лет, но его можно продлить еще на 5 лет или переоформить в договор социального найма. Жилье по договору социального найма со временем можно приватизировать, сдать, обменять или продать. Приватизировать жилье можно через 5 лет после заключения договора соц. найма. Для этого нужно написать заявление в администрацию. Решение примут в течение двух месяцев. Размер предоставляемого жилья зависит от установленных норм жилой площади в регионе. Например, в Псковской области норма жилого помещения на человека – 33 квадратных метра. Соответственно, сирота получит отдельную квартиру или дом примерно такой же площади или больше. Чтобы получить жилье по договору найма специализированных жилых помещений, сироте нужно встать на специализированный учет. На него встают с 14 до 23 лет, но лучше сделать это сразу после получения паспорта. Для этого нужно подать заявление на включение в список детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. За сирот возрастом до 18 лет его подает администрация, специализированное учреждение, дом и интерната, попечитель или опекун. Сирота 18 лет и старше подает заявление самостоятельно в местную администрацию напрямую или через МФЦ. На данный момент сироты могут выбрать реализацию своего права на обеспечение жильем, либо дождаться жилплощадь, либо получить сертификат на покупку жилья. Конкретной суммы нет. Размер выплаты также зависит от условий конкретной федеральной или региональной программы, или рассчитывается от норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на дату выдачи сертификата и состава семьи. Срок действия жилищного сертификата составляет 6 месяцев. Приобретаемое жилое помещение не должно находиться в доме, признанным непригодным, аварийным или подлежащим реконструкции. Использовав жилищный сертификат, получить второе жилье от муниципалитета не получится. Если права сирот нарушаются, что встречается часто в наше время, сирота имеет право обратиться в прокуратуру региона своего проживания за защитой своих прав и интересов. Далее мы поговорим о льготах предпенсионерам. С 1 января 2019 года федеральным законодательством определена новая льготная категория граждан лица предпенсионного возраста. Для них установлен ряд льгот, к примеру, и мер социальной поддержки федерального и регионального уровня. К федеральным отнесены льготы по уплате имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантией трудовой занятости. Статус предпенсионера подтверждает Пенсионный фонд России по соответствующим запросам органов власти и ведомств, предоставляющих льготы. Список льгот для предпенсионеров в 2022 году. Для данных граждан предусмотрена более высокая максимальная величина пособия по безработице и более длительный срок его выплаты. Максимальная сумма – 11 280 рублей. Бесплатное обучение от центра занятости безработного предпенсионера. Льгота по земельному налогу. 6 соток земли не облагаются налогом, но если участок больше, то за остальные сотки заплатить придется. 7. Льгота по имущественному налогу. Предпенсионер имеет право не платить за один объект недвижимости в определенной категории. Если в собственности квартира и дом, тогда налог не начисляют на оба объекта. 8. Два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Предпенсионеры не могут уволить с работы без всяких причин. Региональные льготы устанавливают местные власти. Например, льготы на проезд в общественном транспорте или на оплату коммунальных платежей. Предпенсионер имеет право взыскать алименты на содержание своих детей. В прошлом году органы Пенсионного фонда Российской Федерации подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста. Более чем на 1800 запросов из различных ведомств. Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера, а за получением своих льгот необходимо обращаться в профильные ведомства. Сегодня в эфире ПЛНФМ мы говорили о льготах для некоторых категорий граждан. Если у вас, уважаемые радиослушатели, появились какие-либо вопросы по теме сегодняшней программы, вы можете обратиться с ними в нашу юридическую компанию по адресу город Псков, улица Гражданская, дом 8, или оставить свой запрос в группе ВКонтакте или на официальном сайте.